Мы до сих пор называем басмачами людей, которые пытались защищать свои сообщества, села. Про 16-й год не надо умалчивать. Про 16-й год надо исследовать и говорить. Батыры, мифы, монасты. Нам хочется наполнить себя какой-то прошлой легитимностью. У нас по Кыргызстану, Кыргызстан такой батырлэнд, да. Я, несмотря на все, на 30-й год независимости, мы все еще боимся, мы оглядываем, мы терпим, мы не самодостаточны. Приветствую вас, уважаемые слушатели и зрители радио «Затык». Меня зовут Нурбулат Азамат. У нас сегодня в гостях Элимира Ногайбаева, руководительница исследовательской площадки СМД, что с русского переводится как «помню». Я помню. Я помню. Отлично. В последнее время мы часто начали слушать такие термины, как политика памяти, oral history, устная история, альтернативная история. И появляются целые такие дисциплины в этом направлении. Мне кажется, СМД является единственной такой площадкой в Кыргызстане, которая продвигает именно эту часть, эту тему. И с чего это все началось? И такой эритарический вопрос. Зачем это делается? Спасибо. Хорошие вопросы. Очень долго я ждала, когда мне кто-то задаст эти вопросы. Знаете, вообще эта организация, которую я возглавляю, это аналитический центр «Полис Азия». Это Синтэнкс. Это действительно независимая организация, которая живет в Кыргызстане 15 лет. Мы в этом году 15 лет отмечаем. И внутри это такая группа единомышленников. И мы долгое время собираемся и размышляем о том, как изменить Кыргызстан, как изменить общество Кыргызстана, чтобы оно было свободное, чтобы оно было самодостаточное, как избежать вот этой колониальности, которая у нас все еще есть в голове. Есть такая фраза очень древняя, очень важная, латинская. Называется «сапре ауде» — «имей мужество думать своими мозгами». Это очень хороший метод. Но, к сожалению, его, возможно, не всем под силу. И мы размышляли и искали другие инструменты и возможности, когда человек приходит к себе. И вот в 2011 году я попадаю в Японию, в аналитический центр, где встречаюсь с антропологами, которые изучают память. И открываю для себя это направление. Что такое память? И я очень скептически к этому присматриваюсь, потому что мое первое образование историческое. И я уже к курсу к 4-му, 5-му стала... У меня прошел такой романтический пиетет по поводу этой дисциплины. Я поняла, что, в общем-то, история — это такой предмет, который пишут победители, который пишут визири. Это пишет власть. Очередная власть приходит и переписывает историю под себя. А память наоборот. А память — это то, что было, что люди помнят, что очень часто вычеркивается официально. И это то, что люди, общество проживает, но те самые визири считают не особенно важным включать в учебники, в книги и так далее. То есть это на самом деле то прошлое, что было. Вот я присматриваюсь, изучаю это очень актуальное направление, оно все очень быстро растет. И привожу его в Кыргызстан, делюсь своими единомышленниками. И здесь есть еще второй момент. Все, чем я занимаюсь, я перевожу на кыргызский язык. И как минимум 80-90% контента у нас идет на кыргызском языке. И я понимаю, что такое направление, как memory studies and memory activities, в Кыргызстане будет очень сложно продвигать. Это точно так же, как объяснять людям, что такое демократия или парламентаризм. Поэтому мы долго думали и перевели его как SMD. В общем-то, это не то, что я придумала. Это уже давнее такое направление, очень важное. И в нем есть еще очень важный аспект. В отличие от истории, которая всегда была элитарной наукой. Я закончила эстфак. В свое время эстфак заканчивали люди, которые потом работали в номенклатуре. Мне это не очень нравилось на самом деле. И память, это не просто академическая или аналитическая память. Есть еще memory activity. То есть на самом деле в этом участвует все общество. Причем от локального, от аила, от семьи до всего государства. И на сегодняшний день мы видим, как вы сказали, все об этом говорят. Потому что сегодня мы видим, что память становится центром внимания. И мы видим целые войны памяти, которые происходят во всем мире. И особенно на постсоветском пространстве. Одни стороны говорят одну правду, другие другую правду. И относительно прошлого, и относительно мировых войн, и относительно личных историй. Вот это то, чем мы пытаемся заниматься и семье. Есть некоторые историки, которые скептически к этому относятся. Они не доверяют таким вещам. В том числе и Сан-Джира, например, у нас есть. Как вы с ним справляетесь? Подвергается ли ваша инициатива критике? Вообще к критике я очень спокойно отношусь. В любой. Что касается Сан-Джира, надо понимать, что это такое древо, которое долгое время было умалчивалось. И то, что оно сохранилось, это, во-первых, наша идентичность. Во-вторых, нам надо это ценить. Нас 70 лет говорили, что это миф. Что касается скепсиса, в основном скепсис, я знаю, что наша Кыргызстанская академия довольно скептически относится к устным историям, oral history. Озехи Тарых. Но это такой парадокс. И для меня, например, он очень, мне кажется, драматическим парадоксом. Потому что я была на презентации книги, которую организовывал Эмилио Миталиев. Он издавал книгу «Кыргызстан глазами очевидцев» Петр Какайл и Амирбек Усманов. Это уникальная книга, где они собрали архивные данные по периоду раскулачивания. Это то, о чем долгое время не говорилось, не публиковалось, не анализировалось. Когда они сделали, они организацию, презентацию строили, они пригласили разных корифеев нашей исторической науки, которые там писали, изучались, наверное, по Марксу, по коммунизму и все такое прочее. И такие столпы науки, скорее всего, советской. И они очень скептически к нему отнеслись. И они сказали, ну что ж, книга интересная, но это ненаучно. А я помню, что я была в таком шоке, потому что история Кыргызов, она вообще-то устная. Вся история Кыргызов. И если мы что-то о себе знаем, мы знаем не из учебников. Мы знаем из уст аксакалов, монасты, людей, которые передавали настоящую правду из уст в уста. И долгое время, на протяжении 70 лет, конечно, писалась история, официальная история советского государства, коммунизма, эркотистического подхода, но долгое время этот метод считался ненаучным. И вот сегодня, когда весь мир принимает этот метод, и весь мир понимает, что именно через устную историю проходят голоса тех, кого мы долгое время умалчивали, Крызы вдруг говорят, это ненаучно. По большому счету, это отказ своему народу в реальном прошлом. Поэтому я думаю, что это временно. Времена меняются, технологии, в том числе академические, меняются, подходы меняются. Есть следующая боль. Мы разные темы изучаем, и мы очень четко видим, как уходят люди, которые помнят. Это практически все периоды, даже периоды независимости, особенно после ковида, очень много людей уходит, и мы не успеваем. Вот я вам приведу пример. Два исследования, которые мы успели сделать, и которые невозможно сделать уже сегодня. Исследовательница Гузада Абдалиева собрала материал в Синьцзяне у казахов-крызов по воспоминаниям 16-го года. Там очень интересные воспоминания, и в том числе воспоминания бабушек, которые когда-то девочками еще были проданы там. Мы понимаем, что сегодня в Китае, в Синьцзяне не зайдешь, и такое исследование не опросишь, не сделаешь. А осенью, в октябре, мы с Гузад Алагой, с моей коллегой, провели исследование в Украине, где собирали материал в Херсонской области, в Одесской и в Киеве. И мы собрали практически все. Мы собрали и архивные материалы, и устные истории, и книги хозяйствующие, где были всякие разные описи. Мы это все собрали и увезли. И мы были в шоке сейчас, потому что мы понимаем, что сегодня это уже невозможно. И мы успели. Это тоже очень важно. Но это показывает только то, что надо торопиться собирать материал. Отлично. В начале месяца, точнее, с 5 по 14 августа, вы провели марш-акцию в память об Иркуль. На фоне последних событий мы часто начали вспоминать те события, ведем дискуссии и понимаем, что тема Иркуль еще недостаточно исследована. Вы с этим согласны? Абсолютно. И после этого тура я тоже ощущаю, вот здесь как раз-таки торопиться нужно очень-очень-очень. Почему? Потому что СМД не может брать все. Мы взяли период именно с 1916 года по настоящее время. Мы хотели взять период советский и независимость, но мы не могли игнорировать такую коллективную травму, как 16-й год. Я, если честно, очень долгое время обходила ее стороной, потому что «готураламбоджи», «готуралваймбэ», то есть это слишком ответственная тема. Но мы всегда смотрели, присматривались, и мы вдруг в какой-то момент стали понимать, что если мы даже не все узнаем, мы должны хотя бы собрать эти точки. И потом мы с Гульзат и с моими коллегами несколько раз, ну, я не знаю, больше 10 раз вокруг Сыкуля проходим, и постоянно, каждый раз находим новые места памяти. И года два мы стали примеряться, сможем ли мы сделать такой памятный тур. Частичными в каких-то местах мы его делали. А в этом году мы на протяжении 10 дней вышли из Бишкека, и у нас в планах было 26 точек памятных мест, связанных с Сыркойном, и интервью с разными людьми. И вот в течение 10 дней мы шли, мы прошли 34 мест памяти. В разных местах к нам присоединились разные люди, там где-то 5 человек, где-то в той ссоре у нас было 30. Что мы поняли? Во-первых, мы поняли, что мы... Ну, вообще-то это вывод, который мы делаем постоянно. Мы вообще ничего мало знаем про наше прошлое, очень мало знаем. Во-вторых, мы понимаем, что это прошлое быстро уходит. С другой стороны, по 16-му году мы поняли, что все меньше людей, ну, почти мало людей, которые помнят от первого лица. Есть внуки, это третий. Вообще, в теории памяти считается, что если три поколения помнят событие, оно живет в памяти этого общества. Потом оно потихонечку растворяется. Да, забывается. И очень важно восстанавливать эти памятные места, эти камни. Дело в том, что память, она несет еще такую аксиому, когда люди забывают какие-то драмы, травмы, они вполне легко возвращаются в нашу. Например, Вторая мировая война. Есть исследования, которые говорят, что три поколения людей, которые там помнят, они проходят, потом появляется поколение, которое не понимает, что такое война. Им кажется, что война – это такая героика, это победа, это… Искажается. Да, и ощущение драмы, оно потихонечку проходит. А потом люди видят, что такая война в каких-то играх, там, в фильмах. И тогда они не боятся повторять эту войну. И так происходит со многими вещами. Мне кажется, что одно из важных моментов памяти – это не только наша идентичность, это не только наша самодостаточность. Память возвращает достоинство в том числе. Но это еще и наша безопасность. Какие еще события и моменты в истории Кыргызстана остаются еще незамеченными, остаются в тени и требуют исследования? Очень много. Мы сказали про 16-й год. 20-е, 30-е годы практически не исследованы. Мы до сих пор называем басмачами людей, которые пытались защищать свои сообщества, села. Мы все видим в каких-то двух этнических красках. Условно, там, русские, кыргызы. А на самом деле все гораздо сложнее. Слишком много групп, слишком много интересов там было. Мы не говорим о религиозной истории, которая тоже очень интересная. И вообще тема басмачей, она очень тоже парадоксальна и драматична. А то она была слишком черная, теперь она слишком белая. А на самом деле все не так однозначно. И там не только крызы, вообще не только азиаты, там и русские, и не только мусульмане, но и крестьяне. И надо бы узнать эту историю. Мы мало знаем о восстаниях, которые было в советский период. Там, Шубакское восстание или другое восстание. Мы мало знаем о репрессиях. Практически мы ничего не знаем. Здесь огромная заслуга Булата Абдрахманова. С его отобитым вкладом, с его книгами. Мы мало знаем про депортации. Очень многие ходят, спрашивают, куда у нас тут корейцы или там другие народы. Еще нам очень долго внушали ощущение вторичности. Что мы какой-то недонарод, недосамодостаточный, недокультурный, недограмотный и все такое прочее. Это кажется, что это прошлое. На самом деле это самооценка настоящего и будущего. От этой самооценки зависит будущее страны, будущее общества. Если она очень низкая, то и будущее будет такое. А если мы осознанно подходим к самим себе, как к обществу, как к сообществу, как к нации, то это совсем другой уровень ценности. Ваш один из главных предметов исследования – это рассказы, свидетели тех или иных событий. Вы собираете истории из уст. И вспомните, пожалуйста, ту историю, которую вы никогда не забудете. Вообще интервью – это то, чем я занимаюсь задолго до СМД. Таких интервью очень много. Мне трудно выделить одно, потому что там до сих пор, например, приходят люди, взрослые, зрелые люди, которые дети на самом деле, дети ищут своих отцов, родителей, бабушек. Ну, если говорить на вскидку, у меня не выходит из головы интервью мужчина из Баткена. Замечательный такой человек. И вот он рассказывал о том, как живет семья, рассказывает про свой сад. И он рассказывал, у него девять дочерей. И вот он рассказывал о том, как они успешны и работают в России. На момент, когда он стал говорить, что последняя дочь девятый класс заканчивает, и он ее должен провожать, он споткнулся, заикнулся, отвернулся, у него потекли слезы. Ему очень много драматичных интервью, но вот эта вот драма, которую, когда хочется показать, что все замечательно, когда хочется показать такое благополучие, на самом деле ты прощаешься с своими детьми, своей дочерью, и об этом трудно говорить легко. Много-много-много на самом деле интервью, но я хочу сказать, что устной истории этого мало. Конечно, нужны какие-то данные архивные, какие-то данные, которые подтверждают, это отдельная работа. Другое дело, что в Кыргызстане очень сложно, у нас же большинство архивов до сих пор закрыто, и архивы тают, это другой вопрос. Как вообще проходит процесс исследования? Одно дело интервью вы сказали только что, а потом сопоставить с архивами еще это все нужно. Что еще нужно знать, и как это все ведется? Давайте я тогда расскажу про один кейс, один пример. История раскулаченных и сосланных в Украину. Это вообще тема, когда мы, когда я была маленькая, или мы в школе учились, и нам рассказывали про какого-нибудь там деятеля, ну, например, Погулок Молдова, да, и мы биографии читаем, он там воспевал там Ленина, власть и все такое прочее, условно, в учебниках так было написано. Потом, когда он вернулся из Украины и все такое прочее, и когда он вернулся из Оренбурга, мы всегда думали, а что этот человек или другой делал в Украине? И мы думали, ну, наверное, он там отдыхал, наверное, там путевка. По-другому мы не могли представить, и у нас не было информации. Оказалось, когда мы стали собирать материал, три года назад, вот вокруг Иссыкуля, нам стали попадаться истории в каждой семье о том, что эти семьи были высланы в Украину. Это были раскулачены и сосланы в Украину. И эти истории были настолько вероломные и драматичные, когда, ну, там, забирали последние и отправляли в семье, вот, семья Токрыбашевых, да, вот, например, там, по-моему, из 11 детей выжило трое. Мальчика, который спрятали под казаном, девочку, которую по дороге отдали, и единственный мальчик, который выжил в Украине, вернулся. И тогда мы стали собирать эти истории. Мы с первых собирали, собирали, потом посмотрели здесь данные, в Кыргызстане, потом сделали запросы в Украину, они нам сразу документы, потом мы решили поехать, мы поехали, собрали. Таким образом у нас начались устные истории, потом архивные данные, потом мы свидетели, потом семьи, личные истории. И когда мы набрали очень много-много материала, мы уже могли рассказывать про этот процесс. Это тоже страница, которая была долгое время закрыта у нас. Документы, какая в это время была политика, какой был контекст. Оказывается, мы мало что знали, мы не могли понять, при чем здесь румыны. Оказывается, Украина в это время была оккупирована именно румынами, а не немцами. И много моментов. То есть это целый путь и разные-разные инструменты, которые включаются в этот процесс анализа. Скоро Кыргызстан отмечает День независимости. И когда ты изучаешь, осознаешь, через что проходил твой народ, мне кажется, независимость приобретает совершенно другой смысл. День независимости. Какой он праздник для вас? У меня есть некоторая боль за этот праздник, потому что он очень сильно обесценен в Кыргызстане. Потому что доминирует нарратив и очень сильно подкрепляется разными инструментами о том, что независимость для Кыргызстана упала с неба. Все говорят, ну вот жили-жили прекрасно, а потом на самом деле не так. Наши исследования тоже показывают. С другой стороны, мне кажется, что наше общество и наше государство, и наша наука до сих пор не сделала больших шагов в том, чтобы оценить этот фактор и сохранить этот фактор. И это заключается во многих вещах, начиная от настоящего прошлого, реального, который мы до сих пор то ли боимся, очень многие до сих пор боятся открывать для себя. И нам говорят, не надо, не надо. И заканчивая именем. Мы же до сих пор, нас склоняют по-разному. А это же тоже вопрос достоинства. Когда мы говорим о суверенитете, что такое суверенный человек? Это переносит на отдельную личность самодостаточность. Если ты самодостаточный человек, ты должен знать свое прошлое и принимать его таким, какое оно было, с травмами. Ты должен его пережить, проработать, идти с ним дальше. И у тебя должно быть собственное имя. То имя, которое дали тебе родные горы, родители. И никто не должен искажать твое имя. И ты всегда должен вести себя достойно. Тогда тебе будет что передать своим детям. Мы же, несмотря на все, на 30-й год независимости, мы все еще боимся. Мы оглядываем, мы терпим. Мы не самодостаточны. И сказать, что сегодня человек по имени Кыргызстан уверен в себе, с чувством достоинства, и при этом он конкурентен, как в профессиональном, в образовании смысле, наверное, очень сложно. Но я понимаю, почему наш народ очень часто апеллирует к прошлому. Батыры, мифы, монасты. Нам хочется наполнить себя какой-то прошлой легитимностью. Но это не работает. Потому что реальность другая. Все делается по-другому. На самом деле нужно принимать себя и с батырством, и с травмами, и с 2016 годом, и с 2010 годом. Тогда мы будем самодостаточными обществом, государством. Не стоит оправдывать свое прошлое, вы хотите сказать? Мне кажется, не стоит бояться, не стоит оправдываться. Надо самим признать себе, что были репрессии, что был бы 2016 год, что был голод. И здесь очень важный момент, что мы это пережили. Например, мы очень часто видим, недавно наш выпускник снял фильм про одного человека, который пережил два концлагеря, ГУЛАГ, он с чудом выжил. И вот он вернулся. А таких было очень много, которые у него вернулись. И он показывает вот этот дом, такой баткенский, ступени. И его дети, и его вся семья. Или история Мамаркана в Дархане. Они умерли все, и отец, и три сына. Но у одного из сыновей выжил чудом один из мальчишек. И это большая улица сегодня в селе Дархан на Иссыкуле. То есть, вопреки всему, мы выжили, и мы движемся, мы развиваемся. В этом надо видеть не... Это надо уметь прорабатывать и видеть в этом плюсы. И это только усиливает. Мне кажется, что самые яркие общества, личности, которые мы знаем, они сильны именно в том, что они принимают себя в прошлом. Не придумывая мифических героев, побед и так далее. Они не ожесточны. Они очень мудры и самодостаточны. А как кыргызстанцы в целом относятся к своей истории? Как бы вы хотели, чтобы они относились? Кыргызстанцы в большей степени свою историю не знают. Ну, возьмите учебники. Вот у нас в мастерской «Живая память» замечательный участник Дейр Тарчибаев. Он блестяще закончил университет Манаса, но у него родители, он уехал в село Вахцы, и там преподает историю. И он делает анализ учебников. А Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, как в них показывается советский период. И он показывает, как это все неоднозначно. Как мы на самом деле пытаемся что-то про себя узнать, рассказать детям через учебники. Но как это все нелепо получается. И Кыргызстан не знает свою историю, потому что история средних веков, она тоже по большому счету только открывается. Сейчас все обсуждают международного исследователя, который сказал, почему в учебниках Кыргызстана так мало про период Енисея. А мы про период Енисея об этом говорим не так давно на самом деле. Советский период, он тоже в духе побед коммунистической партии, СССР и так далее. Там про Кыргызов немножко по-другому. Период независимости у нас вообще, самый большой парадокс, что период независимости у нас вообще как-то рассыпается. Надо этим заниматься, надо делать исследования, надо рефлексировать, надо прорабатывать все эти вещи. Про 16-й год не надо умалчивать. Про 16-й год надо исследовать и говорить. Тогда люди не будут ожесточаться и думать, что это русские убивали крызов условно. Тогда люди будут понимать, во-первых, как это все было комплексно. И на самом деле, что это не в этничности дело, а в политических режимах вообще. И люди к себе будут уже по-другому относиться. Люди должны знать о своем прошлом и о грустном, и о замечательном. Люди должны к этому относиться, как к своей биографии, принимать все, прорабатывать. И только тогда они будут мудры. И только тогда они могут спокойно дальше развиваться. И очень важно об этом говорить с детьми. И это, да, важно показывать какие-то героические события, но прошлое – это далеко не только батырство. И дети далеко не глупые. У нас по Кыргызстану, Кыргызстан такой батырлэнд, да, в разных аилах, в разных областях стоят такие воинствующие батыры. Но вдруг дети начинают интересоваться, и оказывается, что этот батыр этому там снес голову. И как это мобилизует наше общество, и как это работает на всю нашу историю, я не знаю. Ну, в любом случае, наверное, это поколение, монументальное поколение, которое должно сменить. Монументальное поколение Ленинов, которые до сих пор везде стоят по Кыргызстану. Ну, это вот, на самом деле, это монументальное отражение того, как люди относятся к своему прошлому. Спасибо.